Есть в Украине, такое небезызвестное конструкторское бюро под поэтическим названием «Луч», в портфолио которого имеются такие очень полезные для нашей армии разработки как противокорабельный ракетный комплекс под также поэтическим названием «Нептун», а также такие девайсы как высокоточные ракеты «Альха» и целый ряд различных модификаций украинских ПТ-РК типа «Стугный Корсар». Так вот, генеральный конструктор, генеральный директор ГКК «БЛУЧ» Олег Коростелев, в одном из своих недавних интервью рассказал о новой разработке ударного БПЛА с очень ироничным рабочим названием «Сокол-200». ГКК «БЛУЧ» намерена создать полноценный ударный БПЛА с размахом крыла в 14 метров, что на 2 метра больше, чем у турецкого «Байрактар ТБ-2», а полезная нагрузка будет в разы больше. В то же время, продолжительность полета будет также равна 24 часам. Для реализации этой разработки будут активно использованы технологические решения, которые уже проработаны в комплексе «Нептун» и других проектах ГКК «БЛУЧ». Речь идет о командном пункте с системами связи, инерциальной системе наведения части другой авионики ракеты Р-360, а также высокоточных ракетах для вертолетов с оптика прицельной станции АПСНИ. Как уже сообщалось, финансово и технически это составляет до 85% стоимости работ по созданию подобного ударного беспилотного аппарата. Это же позволит, при должном финансировании, через 9 месяцев начать летные испытания, а через 8-9 месяцев завершить отработку всех систем. Таким образом, очертание отечественного ударного БПЛА от ГКК «БЛУЧ» пока выглядит следующим образом. Размах крыла 14 метров, ориентировочная длина 7-8 метров, ориентировочный взлетный вес 1000-1300 килограммов, полезная нагрузка до 200-250 килограммов с возможностью вооружения четырьмя высокоточными ракетами типа «Барьер В» с дальностью полета до 7,5 километров. За обнаружение и наведение на цель, отвечает оптическая станция со способностью обнаружения целей с воздуха на расстоянии до 14,5 километров. Она оснащена тепловизионным, телевизионным и лазерным каналами, а также лазерным дальномером. В общем, в любом случае вопрос создания отечественного ударного БПЛА силами ГКК «БЛУЧ» выглядит наиболее реальным среди всех других возможных разработчиков. Даже несмотря на отсутствие опыта таких разработок у киевского КБ. К тому же, успех с разработкой «Нептуна», который был создан в очень сжатые сроки несмотря на отсутствие профильного опыта, доказывает, что ГКК «БЛУЧ» действительно может реализовать этот амбициозный проект. Ну и, как сейчас говорят, хай живей Беларусь!